Добрый вечер! В эфире самая полезная программа телеканала Репортер 73 и Медицинская палата региона «Будь здоров!» и я, доктор Наталья Абдулова. Напоминаю, что встречаемся мы еженедельно по вторникам в удобное время 19.30. Каждая передача – маленькая энциклопедия крепкого здоровья и отличного самочувствия. Не первое столетие ученые ищут лекарства, способные исцелить человечество от рака. Успехи в этом направлении есть, но пилилик, гарантирующий выздоровление, так и не появилось. Однако есть продукты, которые, по мнению специалистов, являются антираковыми. В них антиоксидантные вещества, препятствующие росту патологических клеток. В перечне – куркума и базилик, морские водоросли и чеснок, репчатый лук и капуста брокколи. Крайне полезным овощем считается помидор. Эффективные ягоды – черника. Если говорить о напитках, то лучше предпочесть зеленый чай. Доказано, регулярное его потребление снижает риск развития онкологических заболеваний. Что еще значится в профилактическом плане? Во-первых, отказ от курения, в том числе и пассивного, физическая активность, избалансированное питание, вакцинация против вирусов, вызывающих рак, в том числе и рак шейки матки, избегание длительного пребывания на солнце и в соляриях. Развитие темы в рубрике «Век живи». Мы приурочили ее ко Всемирному дню борьбы с раком. Эта дата отмечается ежегодно – 4 февраля. Рак поджелудочной железы. Объемное оперативное вмешательство. На пятый день после операции пациент чувствует себя неплохо, уже встает и самостоятельно передвигается. Впереди около двух недель в стационаре и длительная реабилитация в домашних условиях. Заведующий первым хирургическим отделением областного онкодиспансера Анатолий Жинов констатирует, количество больных по его профилю с злокачественным образованием желудочно-кишечного тракта ежегодно увеличивается. Надежда на своевременную профилактику. Второй образ жизни – отсутствие алкоголя, отказ от курения, выделять себе полномерный прием пищи, с исключением, чаще всего, соленого, жареного, острого. И самое главное – регулярно это делать, доброкачественная пища. Это позволяет избавить желудок от нагрузки, которые поступают в внешние среды. В одной только первой хирургии силами двух бригад ежедневно проводятся до шести операций. Многие вмешательства осуществляются с помощью лапароскопической стойки, как диагностические манипуляции, так и радикальные оперативные. Выбор лапароскопической методики зависит от размера опухоли и локализации. Эффективность доказана. Процесс выделения и рассечения ткани заметно упрощают современный электрохирургический блок и ультразвуковой диссектор. Данная аппаратура появилась здесь несколько лет назад, успешно освоена и является отличным подспорьем для медиков. Кстати, в 2018-м обновление материально-технической базы диспансера продолжится. Об этом заявил министр здравоохранения региона Рашид Абдулов. В некоторых отделениях проведут ремонтные работы, сократится очередь ожидания госпитализации. В масштабах страны акцент на развитии сети профильных лечебных заведений и реализацию программ ранней диагностики онкопатологий. Вся особенность рака заключается в том, что при ранних стадиях никаких клинических проявлений абсолютно больше не будет. Человек себя чувствует здоровым. И поэтому основной упор – это активное выявление при диспансеризации. То есть, если граждане и медики, которые принимают участие в диспансеризации, к этому делу будут относиться серьезно, то выявляемость на ранних стадиях существенно увеличится, что позволит, в принципе, добиться излечения заболевания. Десять лет назад на учете в онкодиспансере состояло около 20 тысяч больных. В настоящий момент их порядка 32 тысяч, то есть каждый 41-й житель региона. Отмечается и существенное снижение возраста пациентов. 4 февраля, во Всемирный день борьбы с раком, мужская половина ульяновцев сможет пройти бесплатное исследование на маркер ПСА. Ульяновский областной онкологический диспансер находится по адресу город Ульяновск, улица 12 сентября, 90, телефон 32-24-65. В декабре 2017 был подписан указ по повышению заработной платы работникам областных бюджетных учреждений. Согласно ему, с 1 января 2018 года зарплата социальных работников увеличивается на 34%, младшего медицинского персонала на 40%, врачей на 29%, среднего медицинского персонала на 12%. Региональный Минздрав разработал соответствующий нормативно-правовой акт об отраслевой оплате труда. Его приняли, но в процессе реализации допустили серьезную техническую ошибку. Все медицинское сообщество волнует вопрос, что же с зарплатами будет в итоге. Здесь у нас есть выплаты, которые нельзя переводить в окладную часть. К сожалению, я начал свой разговор изначально, что в результате реорганизации экономической службы, она во многом была не в полном объеме, будем так говорить, отработала нюансы нашей отрасли, именно в отрасли здравоохранения. Мы сейчас принимаем полностью все эти вещи. Сегодня, на сегодняшний день, блок экономический усиливается именно специалистами, работающими в практическом здравоохранении. Конечно, руководитель службы понес серьезное наказание, отстраняет работы. Руководитель службы будет назначен специалист, человек, имеющий опыт работы именно в отрасли здравоохранения. Конечно, вот этих вещей больше допущено не будет, я подчеркиваю это. Мы ввели в заблуждение медицинских работников, но я подчеркну, что ни один из них не пострадает по форме зарплаты. У всех будет увеличение заработной платы. Нет ни одного человека, у которого будет уменьшение заработной платы. У всех без исключения врачи, медсестры, причем это достойные цифры, чтобы тоже пониманием было. Начиная с 2005 года, объем финансирования регионального здравоохранения увеличился в 4 раза. В приоритете – модернизация материально-технической базы лечебных учреждений, внедрение стандарта бережливой медицинской организации, а также совершенствование сельской медицины. Но и особое внимание уделяется профессиональному совершенствованию работников сферы, будь то врачей или же среднего медицинского персонала. Каждый из них должен быть достоин высокого звания – профи. Четыре плановых и две экстренных. В оперблоке Ульяновской детской областной больницы – шесть операционных. И за все отвечает она – старшая медицинская сестра Светлана Миронова. Пациенты разные бывают. Из-за того, очень много пациентов. У нас нейрохирургические пациенты, мы оперируем их, поэтому здесь вообще 5 до 1 секунды. И это любая операция, и новорожденные дети с ней проходят всю кишечную. Там тоже ограниченное время. Собрана с четкой стремительность. Не просто стиль работы, скорее уклад жизни. В качестве операционной сестры Светлана Миронова трудится уже более 30 лет. В 1983-м закончила Ульяновское медучилище. Затем прошла государственную практику в детской хирургии областной больницы и окончательно убедилась – ее стезя. В 2006-м пошла на повышение, стала старшей медсестрой операционного блока. Под ее руководством 25 человек, которые трудятся в режиме постоянной боевой готовности и не покидающего стресса. Заканчиваются операции, когда освобождается медперсонал, ну что там садится, чай попить или переговорить, они все время смеются. Я все время думаю, почему у меня все время какие-то смешные случаи начинают рассказывать. Или какие-то вот, ну, чаще всего вот такие эмоциональные, они стресс снимают. Я говорю, девчонки, вот так, я даже, вот, студенты, когда приходят, вот, с учениками, они так снимают стресс. Ну, не плачут, а просто вот как-то вот расслабляются. Даже в комнате релаксации Светлана Геннадьевна в некотором напряжении. Делится достижениями, а сама планирует наперед. Такая работа. Может быть, хорошо, что вы такие передачи делаете. Потому что в последнее время на медиков, ну, такие нападки делаются. Ну, просто, я считаю, ну, может быть, где-то они и правильные. Я не знаю. Но вот я работаю в детстве вот уже 32 года, да. Ну, только вот, вот мы, по сути дела, работаем, мы жизнь проводим здесь на работе. Вот, вот, и дежурства эти суточные, и каждый день мы работаем. У нас и семьи брошены. У меня ребенок, когда учился в школе, она занималась танцами. Она мне до сих пор вспоминает, хочу, чтобы взрослая, но до сих пор вспоминает, что я только была на одном ее выступлении. Как бы то ни было, изменять своему призванию не собирается. Тем более видит благотворные перемены. Во многом благодаря инициативе нашей героини в этом лечебном учреждении перешли на использование мягких комплектов белья, частично автоматизировали труд санитарок. Сама Светлана Геннадьевна регулярно ездит на мероприятия, позволяющие повышать квалификацию и перенимать опыт столичных клиник. В итоге дарит детям здоровую и счастливую жизнь. Хирургическая служба чем хороша? Что она практически кардинально выздоравливает дети. То есть она убирает причину, и ты знаешь, что прекрасно без твоей помощи ребенок, грубо говоря, состояние не улучшится или как там, да. То ты знаешь, что сейчас ты сделай операцию, и ребенок пойдет на поправку. В апреле в детской областной ожидают приезда иностранных коллег. С заграничными хирургами ульяновские медики давно сработались. Значит, новые совершения на подходе. Большинство семей распадается в течение первых трех лет с момента появления на свет совместного малыша. 75% пар в этот период отмечают ухудшение отношений. И недаром говорят, что рождение ребенка – это настоящее испытание, пройти которое могут только по-настоящему любящие и уважающие друг друга люди. Чтобы было легче, маленькая шпаргалка вам в помощь. Наша традиционная рубрика «Планета семья». Счастливое событие – появление на свет малыша. Вот только происходит это иногда раньше, означенного врачами срока. То есть не в классические 38-40 недель, а, например, в 32 или даже 25-26. Считается, что недоношенный ребенок – это точно такой же ребенок, просто он маленький. На самом деле, недоношенный ребенок – это совершенно другой организм. Это организм, который незрелый. Этот ребенок не может дышать, этот ребенок не может усваивать пищу. Этот ребенок требует специализированных условий выхаживания. Это выхаживание длится очень долго. Этот ребенок развивается с задержкой, и для этого ребенка необходима длительная реабилитация. Родители в голове держат в основном такую схему, что после того, как ребенок родился, он должен выписаться из роддома, и далее все, пошел по жизни – в садик, в школу и так далее. Что же касается недоношенного ребенка, здесь эта схема ломается. С 2012 года, следуя посылу Всемирной организации здравоохранения, в России выхаживают малышей, рожденных с экстремально низкой массой тела – менее одного килограмма. Процесс этот крайне сложный и затратный, как по времени, так и финансово. Необходим профессионализм медиков и специальное оборудование. Благодаря последнему, доктора создают для недоношенных детишек особые условия, максимально приближенные к внутриматочным. Помощь сотрудникам отделения анестезиологии реанимации Ульяновской детской областной больницы, инкубаторы с оптимальной температурой и уровнем влажности, аппараты искусственной вентиляции легких, поддержки самостоятельного дыхания, а также инфузоматы, которые позволяют дозированно вводить необходимые растворы. Как правило, малыши проводят в реанимации не менее 30 дней, а под часы 2-3 месяца. Как можно быстрее мы стараемся, чтобы мама была рядом, потому что, когда есть мама рядом, соответственно, есть возможность ребенка кормить грудным молоком, а это очень важно для таких именно недоношенных маленьких детей. Когда мама рядом, мы используем методики ранней реабилитации, раннего развития. Это метод кенгуру, когда ребенок недоношенный выкладывается к маме на грудь, и таким вот образом ребенок контактирует кожа к коже вместе с мамой, и как бы вновь получает вот те условия внутриматочного, внутриутробного развития, которые ребенок недополучил, так как родился преждевременно. И мы всячески пытаемся, чтобы мама быстрее попала сюда к нам, и вот новый перинатальный центр, который построен, как раз-таки даст нам эти возможности. Последующая реабилитация ребенка проводится в отделении патологии новорожденных, а затем в домашних условиях. Дабы максимально подготовить родителей к этому долгому и сложному процессу, на базе отделения анестезиологии и реанимации организовали школу пациентам. Случилось это более года назад. За длительный срок обучение прошло свыше 400 человек. Занятия еженедельные, бесплатные. Лекции читают как специалисты медико-социального отдела, так и врачи-неонатологи. Насколько необходима такая школа, судите сами. Из примерно 14 тысяч родов, ежегодно происходящих на территории региона, 700-800 на ранних сроках. Не менее 70 детей рождается с экстремально низкой массой тела. Если эта проблема коснулась вас или ваших близких, запишите телефон круглосуточной горячей линии. Ответят грамотные специалисты. Звонок для жителей России бесплатный. 8 800 555 29 24. Также загляните на сайт правоначуда.ру. По вопросам посещения школы пациента Ульяновской детской областной больницы звоните 44 12 47. Внимание! Важная информация! В Ульяновской области открылась школа для родителей детей с ДЦП. Проект реализуется на базе областной детской клинической больницы имени Горячего. Занятия ведут медики-специалисты и психологи, психотерапевты и юристы. Тематика многогранна. От получения навыков по уходу за особыми малышами до психологических тренингов по созданию благотворного для их развития климата. Все подробности вы можете узнать по телефону 44 12 47. Пельмени, блины и пироги – вот чем, по данным статистики, чаще всего питаются российские семьи. Стоит отметить, что в большинстве случаев речь идет о полуфабрикатах, приобретенных в торговых точках. Подобный рацион не лучшим образом сказывается на фигурах, да и здоровьев в целом. Призываю вас пересмотреть план питания и увеличить двигательную активность. Сегодня вместе с героями рубрики «Будь в форме, будь с репортером». Расскажите нам, что это за новое направление Аквафлет? Это направление функционального тренинга. Это то же самое, что и функциональный тренинг, только на воде, на специальном оборудовании. А в чем фишка этого направления? Фишка в том, что это происходит все в бассейне на специальных плотах, на которых надо устоять. Проработать все мелкие мышцы и крупные. Хорошо, будем пробовать? Давайте попробуем. Добавь руки. Вот, добавь руки. Помни, какого важного. И сейчас попробуй продвинуть вперед. Пошли вперед. Просто идите вперед. Идите вперед. Так, теперь назад. Так. 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 Все, пошли назад. Давай, давай. Давай, давай. Давай. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Твоя задача не устоять, твоя задача упать. То есть ты не должна этого бояться. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так и становятся настоящими спортсменами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Увидимся через неделю. Будьте здоровы!